Просто так будем выбирать, это точно. Вроде кожаные или что-то вообще охуенные. Какие охуенные? Кожаные? Давай поговорим. Смотри, у меня есть капа РПБ, и у меня есть один сокет ювелирный мастерство. Перчатки я меняю, я не теряю РПБ. Эти перчатки просто освободят ювелирный сокет, который я смогу вводить в силу. Женек, давай объем. То есть, лучше продумано, плюс дополнительное гнездо. Сразу все равно разрубим. Женя, надо тебе? Пускай. Скипи, держи, держи, держи. Пояс. А сейчас будут перчатки. Перчатки, конечно, сомнительные, но пускай будут. Так у него, по-моему, с прошлого раза. А, ему надо. Ему просто надо, у него 245 точно такие же. Я ж не знаю, может он, блядь, вспоминал. А, ну, ты че, я посмотрел. Так что, плюс одна бурка и плюс. А, вот это мое. Хорошие. Саня, давай объем. А что, погибель можно вызвать? Она работает вообще? Нет. Либо она после малчика. Нет. После малчика у тебя только квест на магика грула. Это я просто обобщил, типа, и... Войт, да, Ментоль? После ИВК Ануба. После ИВК Ануба, да, логий. А, еще точно, еще надо закрыть хм. Нет, ну, тяжело. Впрочем, мне кажется, проще кару закрыть. Войт, да, не, и ВК проще. Я тебе говорю, делаешь блок вара от любого, типа, ну, тебе блок танка. И, а ну, манекен просто, типа... Условно, короче, получается, что происходит, типа... Ты просто выносишь шипы, типа, понял, через блок. И на перифазе убиваешь просто трэш, типа. Потом на ластфазе просто бурстишбол, блядь, напуливаешь с другого танка трэш. Ну, еще можешь зашаклить два моба, типа, все. Ну, судя по тому, как я в ВК-10 иногда ходил. Там люди не могли ничего сделать. Не, я тебе говорю про блок эти, по консервному. А в десятке вообще, в десятке вообще... Ну, я про блокы, про лужи, про все это. Люди вообще паникуют. Потому что они и без воду играют. Надо же все это давать. Это надо аддон хорошего, чтобы этот экзон путыкнул, и все удобно было. А когда у людей ни фреймов рейда нет, нихуя, конечно, они паникуют, блядь. Это же надо выбрать чейлика, блядь, мышкой нажать. Да не, сейчас все с фреймами играют. У меня в воду нету, крит только. Ты хочешь проиграть? Вот этот хэпал, который вы мне дали вчера в ВК, он сидит вообще через панели, блядь, ты понимаешь? Ты это, поговори с ним, потому что он не совсем шарит за хэпал. Это, ну, новый игрок просто пупер шмот, ему надо объяснить. Не, то, что он, типа, сообразил быстро, типа, ну, хотя бы, вот это мне поразило, что он недолго тупил, типа, всего лишь нейтрально. Ну да, и ему надо просто объяснить, потому что он меня сегодня спрашивал про хэпал, а что хейтит и его тренинг. А что за тренинг? А, ну, ты что, не знаю. Да, ну, что, не знаю, если совы нет. Да хэпал, у нахуй, спд не надо, блядь, хэпал собирает мту. Какой разница, у владел ее и проху, вообще. Не, типа, я скажу, смотри, типа, вот тут тоже не слышусь, за хэпал я беру. Но, наверное, 10 тоже тренинг нужно заморочить. Если у тебя интеллекта, типа, скажем, манбах, там, 45 тысяч, типа, ну, маны, типа, потому что столько интеллекта, то можешь спд одеть, она тебе не помешает, ты больше ниже. Но когда у тебя там ниже, там, 35+, то, соответственно, конечно, одеваешь интеллект. Угу. В смысле, у меня холи паладин я вообще дал. Он 210-ый, там, левел. У меня уже 2 тысяч маны. Чё смеяться? Ну, а потом все медленнее, помало. Дальше еще, пусть, я сложнее пути поапать. Ну, я собирал, короче, почти 60 тысяч маны, типа, но я увидел, что это бесполезно, типа. Сколько? Мне комфортно. 6 тысяч ман я собирал. Мне комфортно. Количество маны нахапали было 40 кассарей. Больше мне вообще не надо было. Просто ты понимаешь, что были такие моменты, короче, вот, когда ты, ну, типа, еще, не знаю, на X3 хилил, вот, я тогда. Или на X2, или на X2, не помню, вроде. На X2 ты хилил в зуламане, это был пиздец. Ну, ты просто, бывает, когда я так, ну, именно, там, так настолько проиграл, что ты не прерываешь каст. И там прям чувствовал, что не хватало, вот, просила. Вот тогда я понял, что некоторые моменты надо добавлять СПД. Маны хватало, блядь, просто за головой, а вот и просила не хватало. Может, хосты не хватало, да? Да, хосты, там, косарь 100 у меня было, или что, блядь. А, ну, это достаточно. Косарь 100, это... 1.2, что ли, кастится, или 1.1? Ну, где-то так, да. Там это уже, когда уже выходит и... Лока, то там уже собирают 1400 хосты, наверное, ну, я не знаю, зачем, конечно. Я и ВК-25 прохилил в 600 хосты, блядь. Да там, хпалу хоста нужна, но не особо. Там, если танков хилишь и прохиливаешь, всё нормально. Так, и ВК-25 усилиться, типа, вообще, типа, в плане, берётся два хпала, они метко хилить себе и похудел вообще, типа. О, да. Мне почему-то грит метки не похудел, мне не очень нравится. Да, эй, вот, не в обиду тебе, но грит такая хуйня, это как параша, а не аддон, просто лютая. Да баш, на ком... Грит, параша, хилбот, параша, Вуду топ. Блядь, хилбот я, по-моему, не установил, мне, по-моему, не показался хуже, чем грит ещё. Вуду, эй, я вот долго пользуюсь за филбот, неплохо, типа, а если в нём разобраться тоже, блядь. Но, вот, я долго переходил на Вуду, очень долго, блядь, где-то полгол я пытался на него перейти. Перейти шов я на Вуду, я понял, что я, блядь, зря долго пытался, вот просто охуенный аддон. Блядь, ну знаешь, я Вуду скачаю, чекаю, что-то такое. Там очень лёгкие настройки. Ну да. И они очень сильно глобальные, типа, прям, просто, можно сделать как хочешь. Правда, непонятно, что они делают, но основные настройки очень легко там сделать, что тебе надо. Они там по-русски или по-английски? По-русски. Русский есть. Бля... А чё, второго нужно, да? Бля... Да я хотел... Репу покачать? Да... Да хуйню сделал. Ой, ходит, смотритель нормально, хорошо. Как бы раны убили нормально. Как мишка смотрителя танчить будет, там же яду пиздец. А чё, тут какая-то фишка как яд не уторит ещё? Я хуй знал. Ну да, да, да. Да, давай сейчас первый раз попробуем это сделать. В декабре, да. И он что-то должен... Он, вроде, первый стоит, да, у нас? Ведовитый или какой? Он сейчас, вроде, яд будет первый стоять. Вижу его, а он первый стоит. Нет, у нас в рейде смотрящий. Он, блядь, мы только в хорожан заходим, блядь. На первый босс ещё не дошли. Он говорит, что там смотритель сидит, какой он нахуй. Ха... Федикей, Андрюха, блядь. На работе сегодня. Автома лежит на этом смотрителе. Лесом в полно. Смотрит. Нет, у Андрюха тоже исполняется хорошо, чётко. Ну да. Мы ходили, а лучше умирает. Ну это так. У всех бывает. Я сейчас, говорю, хочу сходить злоба. На Легионис ходи там, пойди пошутай всех. Ой, я там хожу шуты, блядь. И так все шуты, блядь. Не знаю, блядь, просто... Ты же знаешь, что там сейчас дед и это, Галия играет? Дед играет за Монка, а Галия, конечно... Ну, типа, после последнего случая с этим всяким движением слотом, я не хочу играть с ним. К Серёге претензий нету. А Галия и Андрюхе ездят на Монке. Ну я помню, ладно. Это всё, что было. В прошлом году надо его оставить. Ну это, кстати, было не в прошлом, Адуш. В прошлом? В прошлом. Ну плохо, я уже перенесла. Да, так и нет. Нет, так и нет. Нет, игрушки я уже не нужна лот столб на п***е. Я заговорил. И мне просто неприятно с этими людьми играть. Всё уже. Вот на этом точке. А чё, они токсичны? Не, типа, Галия адекватно хорошая. Но муж на неё так влияет на адекватное. Он сам муж неадекватный. Ведёт себя хуже девочки, вот. Подробно не скажу. Фитобильды, высказаться не можно ещё. Всегда Галия что-то передаёт вместо него. Хороший битсапа. Я, как и говорил, то что новый, знаешь, это палка до конца. Не надо было брать в рейтни. У меня нет, на хуй одевайся. А луташ лот, как бы. Ты не палка до консол, как бы. Зашёл, попросил, стоял бы за вагонницу, ну всё. Будь добры, блядь, ты. Палутай туда и молча, типа, а не обижался, ещё что-то там. Ну что никому ничего не полагает. Слушай, Паш, я у тебя какой-то лот не везучий, блядь. А был бы Дефстрик? Ну чё, ты падай, ты падай, ты падай, блядь. А там много ещё трэша? Ещё два пака. Вот такие звезды, наверное, подбегут. Это у вас. Моу умер. Да засунуй. О, Аркан, Аркан первый. Ребята, блядь, готовьтесь, нахуй. А это хорошо, кстати. Это изи, чё ты в прошлый раз хиле ещё так легко показал. А этот, короче, ядовитый будет второй. Блядь. На перчатки нахыпало, лай. Он чё-то опять перчат, это, блядь. Давай, давай, Андрей, ты ждёшь, Андрей, давай. Блядь, даю босс, даю, даю, не переживай. Андрей, ты вичи? Да. Ну, тут, блядь, не настолько сильно сложно. Наш механик, и шоу, отмиссиловитель будет. Ого, ровно было. И не закрыть, и всё. Не знаю, я вот сколько на Х2 играл, мне показалось Карагер самым, нахуй, ебаным рейдом, которым я был. Да, просто на поток и поставить, там, три раза сходить одним составом, и уже будете, там, без тактики за несколько часов шансов. По гибелью-то ещё, которая, блядь, ваншотит танков, нахуй. По гибель считается, скажем так, третьим боссом по сложности. Первый, самый простой, это гнев, второй, это конь, а третий по гибель. Все наружу, все наружу, все наружу. Подожди, гнев, гнев вообще лёгкий, я убивался. Вот он самый лёгкий, после него идёт конь, первый босс, которого мы убивали сегодня. А потом погибли. А потом погибли, да. Ну, я бы не сказал, потому что у тебя милика в целых этап, и ты хилишь эрдружх, и ты там потеешь, как собак. Ну, если всё правильно подобрать, она изи падает. Ну, видишь, как, как меня это ребята обрадовали. У меня всегда было в оперу сходить, даже на их забавлять одетыми, а никто-то не стал ходить. А тут, блядь, придётся попотеть. А мне кажется, её отменят. Нихуя. Нет, смотри, короче. На оперу мы зайдём. Ну, просто Женя, я тебя сразу расстрою, я уже нового перебыл. Мы там просто никуда не сделаем. Блядь, это не важно. Андрей, не важно. Мы это, блядь, сделаем. Правильно, просто мы делаем. Женя ищет острых ощущений. Не, мы сходим, сводим кор... Она несложная, типа, несложная. Но, блядь, просто один проём от одного человека — это вайп. Ты уже, я слышал, да, говорил это. Комфировался? Ты туда выйдёшь, ещё что-то сделал? Ну да, заспаунь два ветерка рядом всё, блядь. Вайп, нахуй. А, давайте камушки сожрём, он поставил нам. Я встану сразу сюда. Так. Так. Ударь, там, погоди. Дети, да, клец, хлебаная. Ухилы у нас, помни, где стоять. Я где-то вот тут вот стоял, и тут, короче, руна спавнилась часто, ну и себя считовала ещё. Ну, вот ты стоишь вот здесь, вот, вот, вон сюда. Потому что вот в эти стороны, короче, сюда, выносит сюда, правая нитка, полево-право. Так, всё есть. Короче, давай ничего не будем менять. Бойчик квадрат занимает, окей, типа. Паша, занимаешь крест. Типа, это твоя зона ответственности. И дальше, получается, Войт, у нас стоит там, где дом. Женя, не знает, где стоять. Э, тут, там, Мункин, у нас получается. Мункин, твоя занимаешь луна твоим. Дальше, получается, да, немецкую у нас закрываем теперь Тибиди и Хокаги, типа, вы вдвоём закрываете. Кому? Дальней меткой, типа, в ромбе, вы закрываете спите, то бишь. Я бегаю с килом вперёд? Не, не, хикки, хикки, Хокаги. Ну, я же, типа, я сказал, что проебался, но я же повторяю. Сацун, типа, смотрит, либо бежит в ромб, либо в трусы, где четыре метки. Так же теперь, Женя, смотришь, либо в ромб бежишь, либо, типа, либо в луну, типа, бежишь, смотришь. На две стороны. То бишь, босс, условно, стоит в трусах. Сказали, типа, руны. Ты смотришь на две стороны. Где за прокола четыре метки, четыре руны, ты в ту сторону бежишь. Если, типа, все руны заняты, ты не заходишь. Так же, если с филом вы заходите, условно, получилась такая ситуация, что вы зашли с филом, фил всегда выходит с руны, вы остаётесь. Так. Ну, блять, все тут, я, что я сейчас объяснял, не просто так. Это, закрыть руну, а там можно вдвоём в руне, или нужен один? Нельзя вдвоём, дамаг будет большой. Типа, надо подумать человеку, становиться в руну. А другие просто рядом стоят, да? Да. Смотри, не, смотрите. Короче, рассказывай вот так просто, типа, чтобы на пальцах было понятно и максимально просто. У нас будут две фазы. Следующая фаза, это рандомная фаза, но основные у нас фазы, которые самые, типа, скажем, сложные, это получается вот, квадрат и ромбик. Смотрите, на вот этих фазах у вас есть зоны, типа, обитания, то бишь, луна, квадрат, крест. Как только удар назначены. Когда мы сейчас будем бить первую фазу, типа, будем бить аркана. Запоминаем, ваша задача, то бишь, когда кастуются руны, вы в своей зоне, там, 10 на 10, смотрите руну, то бишь, просто моделируем ситуацию на Мункене. Стоит Мункен, он, блядей, типа, это я, типа, Мункен. И где-то здесь прокнуло, блядь, в его стороне, луну, типа, руна. Он заходит в руну, нажимает дубовую кожу и все, блядь. Она взорвалась, все. Дальше бьет босса. И так касается каждого. На самые дальние назначен, вот, бежит туда Хик и Хокаги, типа, Вар и Роа. Типа, прям в ромбик они бежат самые дальние закрывать. Но может быть такое, что именно от трусов до ромбика, просто четыре лужи, типа, четыре руны. Соответственно, типа, Женек и Сатсуна уже ассистят. То бишь, дальние закрывают опять, у нас получается, ну, Хик и Хокаги, чуть ближе, которые закрывают уже Женек и Сатсуна. Вы всегда смотрите на две стороны. Да, сопровождите. Смотрите на две стороны. Потом, если у нас второй будет анигилятор, то бишь, это тоже, одна из сложных фаз. РД-зона, вы прямо становитесь по своим местам, типа. Уже бегать никуда вам не надо, просто стоите в своих зонах ответственности и хуяйте. Для чего это делать? Потому что будет вешаться проводник. Чтобы этот проводник вас не хуярил, типа, он уешает вокруг. И плюс повышает урон, типа, цепной молнии, когда бьет их. Смотрите, чтобы никого не въебало, типа, там, рядышком, кто будет стоять. Мелизона, касается вас. Женек, кто, типа, кто из зоны. Если у тебя вешается проводник на этой фазе, когда ромба мы бьем, ты бьешь либо лево, либо право. Типа, вот. Типа, ну, в эти углы, короче, бежишь вот сюда. Вот, условно, в трусах бьешь, бежал лево, либо право, где звезды. Просто ничего страшного бежал. Также, будет на этой фазе, самый важный момент, появляется сфера. Сфера, ничего, типа, страшного. Ваша задача, эту сферу убить. Кто не умеет сбивать косты? У кого еще с этим будет проблема? Смотрите. Вы добиваете сферу. На вас вешается дебаф. Определенный дебаф, который может, типа, появляется кнопка, поцентрикан. У вас есть измененный, типа, интерфейс. У вас кнопка не появится. Но дебаф на вас появится. И мы это озвучим, что, типа, условно, там, сферы и нестабильная энергия. Значит, на этом человеке есть сбить косты. Этот человек должен сбить косты. Вам сейчас дадут макрос. Вы должны делать макрос, поставить на панель 100%. Если у вас там что-то забахается, кнопки не будет, вы должны это прожать. Но если вы паникуете, типа, и не можете сбить косты, лучше, типа, пускай их забьет, там, не знаю, сферы, хокаги, кто 100% сбьет косты. Типа, типа, соответственно, вы бьете сферу, бурстите, но не дотаете. Все. И ее не добиваете. Все, это понятно. Типа, если вы не сбиваете каст аннигиляции, то бишь, вот, у вас появляется вот этот нестабильный ремонт сбитый на каст аннигиляции. Если вы не сбиваете каст аннигиляции, это лайк. Все. Вот это все два босса. Чем сложный? Первый босс сложный тем, что надо закрывать руны, все, просто бьете босса аннигиляции. Забежали в руну, постояли, прожались, все, побежали бить босса. Это манекен. Второй босс тоже, условно, типа, ромб, типа, частичный манекен, вам надо будет свечиться просто в сферу и сбивать аннигиляцию. И, пояс, вот этот, короче, трусы, типа, это просто крестоплотный. Но мы попробуем бить его, типа, по ситрой тактике. Если не получится, значит, просто будем вводить и ретаундить, чтобы сбрасывать стайк. Типа, трусы, короче, для вас самые простые. Типа, трусы, когда будем бить, просто я поставлю босса, и вы будете по чуть-чуть подходить. Типа, вот как бомбить? Условно, босс стоит в трусах в углу, типа, я отойду где-то вот так, где он на максимальную ножу, и вы будете, блять, прям по чуть-чуть к нему подходить, пока вас персонаж не начнет дамажить на максимальную рейнджетную, типа. И все, таким образом будем бить. Если эта хуйня не сработает, можно не официровать, тогда я буду просто вводить и вы будете не легочилить, там дисплейлить, хуйней страдать. Есть какие-то моменты, кому надо что-то прояснить? Лучше сейчас спросить, чтобы потом не пованевает у нас. Кстати, насчет вот этого макроса, на форуме писали, что вот он у вас пропадал, да, по-моему, проблема была? Да, да. Туда можно добавить какую-нибудь статичную херню, типа старт-атак и так далее, первой строчкой, чтобы она не это... Ну, там так писали на форуме, чтобы он не пропадал. А, старт-атак добавить, да? Ну, я не помню, что именно сказали, статичную какую-нибудь херню добавить. А может типа... Ну, ладно, наверное, старт-атак больше никуда не добавишь сюда. Да, не пропадает. Не, он бывает, иногда пропадает. Он был-был-был, мы сходили, кд-шки 3-4, а потом он херок пропал. А когда, давай, в конце или в начале старт-атак? Сделайте макрос, поставьте его на панель и, короче, сделать тирелок. Обязательно, чтобы угулять не пропало, не забавился. И вы случайно его не выкинули, зафиксируйте панель. Так, я забрал руну, но она взорвалась и мне обратно в руну. Типа, смотри, короче, Олег. Типа, смотри, что у меня это было в зоне ответственности. Может быть, такая ситуация шоу. Вот, Женя там, где стоят, и вас, где руны прокнули. Женя забирает ближнюю, ты забираешь дальнюю. Да, ты взрываешь, и, может, обратно становится. Типа, ничего страшного. Но пока она не взорвется, вы с руны не выходите. Типа, это тоже вайп. Взрывается она, как аркан бласт мага. Да вы поймете, у вас останется там хп, блядь, не знаю. Конечно. Он не здесь, там 5000 хп останется. Нет, там просто урон проходит от щита, который ему пробивает. И первый раз мы вчера, ну, в прошлом кд, как раз на этом напороди, что урон прошел. А это был не взрыв руны. Так, щит еще взрывается на боссе. Так, вот. При этом, вот как у мага этот аркан была взрывается, вот такую хрень увидели из руны, вот тогда она взорвалась. Так, я тут наверно возвращаюсь на аркан, да, правильно, на тайный маг. Олег, ты старайся шарик на аннигиляторе не убивать и все. Может даже не менять таргет. На самом деле, да. Там Мункин, вон, не понял нихуя, чем касс сбивать? Это, спасибо. Пускай он, пускай он просто, сова это... Вообще, макрос сделал, вот который я скинул в дискорд. И просто, когда тебе сказали, Мункин, прожми макрос, ты прожимаешь макрос, бей касс. Все, ты нажал макрос, он у тебя два раза нажал, два раза нажал. А когда, например, прожать макрос, тебе скажут, сбивай касс, Мункин, он будет орать прям. А когда не собьешь, скажут, ебать ты, долбоек и все. Те, на кому есть эта энергия, надо выбрать босса и бить босса, и ждать касса аннигиляция. Главное, не перепутать с другим кассом, убедиться, что это аннигиляция и только тогда тыкать. А, аннигиляция прям долго кассуется, там будет заметно. Да и там все в чате орать будут, сбивай, сбивай, сбивай. Это и есть, это и есть, я зачарился, все делал, короче. А потом, какого хрена ты не сбил, а у меня макрос пропал, бля, руками, а у меня интерфейс изменен. Короче, стандартно, практически. Ставлю рыбу, короче, и начинаем еще рыбать. Я не знаю, ну типа, ну вот в этом проблема, что каждый раз люди, которые новые, не знают, что делать. В этом всегда проблема, мы всегда время тратим. Мне кажется, сейчас мы на Аркане вайпнемся. Очень интересно, но ни хуй не понятно. Ну смотри, первый босс забежает в сильную лужу. А я понял, я так, блядь. Второй босс, блядь, бьешь сверку и не добиваешь. Я его убивал года полтора назад, я примерно понимаю. Я только не понимаю, что вы явно будете багать. Там увидишь. Если получится, то увидишь, офигенная тема. Если нет, то, короче, я просто скажу, пошли в резону и сойдет. Ничего страшного. Шею я пока не ролил, типа, залежит, ничего не остается. Чек на пул. Что здесь? Лобоевик. Все, давайте будем пул. И напоминаю, Жень, только пост подойдет, сразу я его. Ты что здесь забыл, Паша? Где твоя зона ответственности, блядь? У меня там порт стоит. У меня порт стоит. У меня порт стоит. Я понял. Руны, то здесь 5 секунд. Меликой побежали, которые надали на руны. Самодальный я забираю. Я забираю, самодальный. Бойчик убил, бойчик убил, бойчик убил. Давай, ты, это, Влад. Стань, короче, магический доспех, щит на себя вешать. Сейчас сразу его забафайте, нахуй. Сразу забафайте. Индр ему отдай, сразу, короче. Нахуй про приключен, я не знаю. Не-не-не, шутнул бы у всех. Не закрыли руну. А руны, смотрим, заберу, заберу твои. Ну, выйди, 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 выйди. А почему бы у вас заделось? Ой. Ну, бой не закрыл. Ну, блядь, вообще сложно смотреть, короче, по сторонам. Типа, ну, есть, просто сразу. Если вы руны, блядь, крутите камеры, нахуй, смотрите, блядь, где есть руны, где нету человека. И бежите, да. Не ждете, блядь, никого. Если уже вдвоем, блядь, там прибежали, тогда уже, вы, короче, там разбираетесь. Убить бас вы всегда успеете, блядь. Главное, закройте руны. Пограти не закрыли. Ну, я... Микрофон включить. А почему не закрыли? Ну, не знаю. Ну, наверное, подумали за то, что там иллюзия стоять. Хе-хе-хе-хе. Я, блядь, пока щитки вешал, повернулся, руна, блядь, не закрыта. Одного пышка не хватило до меня. Смотри, ты примерно в том месте можешь стоять, и если руна появится, потом будет стоять дальше. В чем проблема? Ну, вот где я стоял сейчас, в прошлой ГД, там появлялась руна раза три-четыре. Прям под одной. Ну, все равно, как бы, все закрывайте. Тут просто и... Не важно, кто закроет. Главное, закройте все. Всем рун, надо их закрыть, все. Нас десять человек. Ну, я как понимаю, все сбойчуты надо было, да? Нет, он сейчас под магическим доспехом постоит, поживет и все. Я... Я под другим доспехом ни в одном спеке не люблю, кроме фаера. Просто не закрыли руну, что первый раз, что второй, и все. Ну, если она говорит так, знаешь, так и было, я тебе. Нет, без проблем, без проблем. Я на хпичку ору, чтобы... Короче, просто не тупите. Тут приоритет руны. Вот я говорю, блядь, пять секунд руны приготовили, все, значит, блядь, сразу камеру, блядь, правую кнопку, потому что и зажали, блядь, и смотрите. Там условно силы профилили тоже. И да, хики бежут на самый дальний, самую дальнюю руну. Самая вот, самая в жопе, вот она моя. Если там две, то я занимаю правую. Вы тоже, кто стоит в центре, напоминаю, кто стоит в центре, типа условно. Если, блядь, две руны прокнула, блядь, короче, в драме только две руны, значит, соответственно, стационарная, блядь, женек, вы пиздуете сразу смотреть всю сюда, в сторону луны квадрата, где-то подстрелить. Типа это, так, вы, типа, на две стороны делитесь, не чисто в одну сторону, а на две, нахуй, либо туда. Сколько рун, с чего, что? Семь. Семь. Ну, у нас десять, да. Ну, понятно. Ну, десять, но один хуй не захоронил. А не шесть ли рун? Да, богу, хоть и в общем, блядь. Да, да, я же здесь шесть. Шесть, по-моему. А давайте рун будет десять, чтобы каждому было руна. Если не встал на руну, значит, прослакнул, все. Ну, там бывает, что два тогда забегут. Ну, выбежишь, если там два человека забежал. И все равно прослакал, так как они в руне стояли и вовнулись. Ну, один раз так с челиком забежали, блядь, и оба выбежали, нахуй, лайк. Ну, так не надо его выбежать, блядь. Кто-то думает, настойчивый. Так они забежали, потом выбежали, блядь, и снова забежали, блядь. У нас есть дискорд, блядь, вы все можете общаться, как минимум. Можешь белый чат написать, я останусь, ты выйдешь, все, блядь. Ничего в этом страшного нету. Ну, на рунах я всегда займу руму, которая в районе рамба, дальше самая тайная, все. Просто, если там одна, то я уже туда бегу, я уже там читать. Да я хуя знакомуюсь. Бой дудайся. Я не знаю, почему вы говорите, чтобы два человека туда не заходило, если прям конкретно тупнях, почему бы два человека... Нет, два человека могут заходить, там просто обоим нанесется урон, но один хер, это не шот, еще урон. А потом босс стрельнет, потом и добьется, блядь, момента. Нет, типа смотри, Олег, там типа урон не эскалируется, просто все получат урон двойной. Типа ну. Двойной, а просто два человека получат. Да, именно, да, два человека получат. По факту срать, это лучше, чем весь рейд по 30к получает. Ну чё, давайте, соберитесь, это только первая, блядь, фаза. На круг кто-то забегает, вот так вот пишешь, чат, стоишь. Нихуя ты написал, блядь, аж спугался. Хехехех, спамер. Оттовность, еще раз. И буду пулять. Всем все хватает, вскоре и... Все, доигрываем пол. Я даже на ап заранее кликнул. Блядь. Скидеру. Ура. Продолжение следует... Три секунды. Три секунды. Далее закрывай, в квадрате закройте, там Элюзия стоит. Легко. Скидеру. Екатерин, что следует. Руны, приготовьтесь. Три. Закрою. Три. 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 Женёк, беги вон справа. Ну что такое долго? Глянул туда, глянул туда, видишь два человека. Бежишь третьим, всё. Когда мы работали? Не повезло просто. Ну, Локк не вст central. Ну, ну... Ну, я понял, что сейчас потім на ένα. Всё? Всё? Три. С Пос�? Жагом. Просто до новых встреч, так мне кажется, что побери желтый же у меня 1 стрела прилетела потом еще стрела прилетела потом бахнул бахнул это потом еще одна стрела и еще очень церва не жизнь там еще это прожимки то это дают там жирнек там этот панцирь ну я какую-то я кожу прочалился весь на аркан блаф а кож спасают от взрыва пробовский ну можно если ты в босса успеешь его тыкнуть и обижать урону то будет там просто пока бежит шарит вы за собой следите берегите себя и своих близких еще раз говорю блядь я говорю улучшу уроны заранее блядь а что бишь все он контролируйтесь на рунах и немдома не андрей минута до гера минута до гера и походу на эту еру давай че блядь здесь дебаный пол Смотрим руны сейчас, при этом кастовать будет. Заберу войдо, войдо, заберу, выше, 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 и там за руну, хорошо. Просил пейти. Стоп, побоссы, не сбивайте щит. Короче, кулы пока не просили мне, блядь, стопайте побоссы, чтобы щит не пробить лишний раз нас. После арун, короче, побоссы не бейте, блядь. Пока не просили здесь, блядь. А руны приготовились. Ты беру Женину, Женину заберу. Руку пробило. У меня два каста прилетело. Сейчас, короче, прожмусь, короче, это. Давай-давай-давай, 8 секунд. О, еще прохилить надо. Прохильте сразу на фул, блядь. Нажмите. Женину бежит сразу сюда. Вон, справа. Теперь 4 в РДД, заберу, заберу, заберу. Заберу, заберу. Не бейте. Спросил. Приготовились. Заберу, заберу. Заберу Заберу луну, луну заберу Не бейте босса, прокирьте спирал Угу Монтами поовляй Захар Кузьмин Захар Кузьмин Нууууу, баланс сейчас нужен Парун, посмотрите щас 3, 3, 3, 3, 3 Три, 3, 3, 3 Пофона с укрепляйте пока не прописали короче ну типа иди башен похуде по сути че разумся может заявляетесь и чтоб мне это не ломать не хотел посмотреть думал выйдет позер выйдите я думал позер выйдет короче и спокойно иди выйди а то что нужно выйдет все ведите туда все ведите туда у вас лог есть за сумой мункин блять сапрот выпей потом что еще блять не поставил хокаги сапрот выпей ну типа вы че воните щас лог по щитку шлеп а кто в сторону ушел блять паша ты че ну типа он дебав хотел мне занести наверное каштан блять все блять выпили бы кашель сапрот и не лебен так ну еще две шкурки есть а ты на магии зачаришь а вы че пигучок быстро есть блять долго мы вообще еще в кольке сидим конечно же долго еще часа четыре че ебалки что ли ух мы только начали блять ты че я ж должен знать куда ты идешь я ж корожан хм типа в пятницу специально поставили чтоб блять можно было подольше последствия на субботу непонятно я а женек то с дальнего востока у него я там с дальнего востока у меня так то уже блять к двенадцати близится время я там попробую ты сколько еще можешь играть пока жена пизды не даст а когда на кей пизды уже идет уже идет ну ты гаси支持 так как можешь зеленый управляет не помогает ванишка туда это да ванишка не долго еще недолго это сколько чтоб мы понимали сколько мне еще посижу часа тридц institution Попроси, да пацаны просят, скажи, блядь. Ха-ха, ебаки. Скажи, ну, блядь, праздник и даже до утра, да. Там завтра нужно ехать, собра. Куда? Ну, блядь, подержан. Короче, я должен был отойти, блядь, что вы меня резли, я спизжу тут с вами. Походу, ногти умеют делать, блядь. Не успел. Надеюсь, она этого не слышала. Да я в замужчиках она не слышит. А, ну все. Че, ногти жене делать? А, нет. Что-то еще хлеще. Массаж какой-нибудь ше, отцу там, блядь. Камешки на спину там, блядь. Да нет, блядь, в строительный магазин ехать. А, ну это другое дело. Тюрьму покупать себе. Для жены? Нет, для квартиры, которые ремонт уже через месяц сделали. Ну, ремонт и для жены, блядь. Да, блядь. Ладно, давайте, ну типа, у нас по времени получается вообще пиздец. А че мы будем допроносить или челика искать на замену какого-то? Ну, пока мыслей, честно, ноль. Я тоже че-то хуй знал. Ну, смотри, что бы разъебать, конечно. Че-то разъеб. Ну, если они вот это забрать 100%, как-то это минимум должен быть, блядь. Угу. Че-то прошлый раз вообще как-то проще было, блядь. То ли люди забегали сразу, то ли че хуй знал. Ну... Давай, давай обменим сапротом, ну типа, Вон что? Сапроте стоит 90 голд. Я продал ОД. Хуярил камни себе, купил сапротов стак, блядь, ребята, блядь. Так что, блядь, сапроте закупите стак, блядь. На три недели хватит вам, блядь. Я уже дал один сапроте, еще там около воды дам. Хуясь себе, блядь, купите стак. 90 голд на хуй одна штука стоит на колду кто мне даст? Я говорю ОД продай Хуя себе ОД, а Т10 как я буду? Похуй на Т10, щас надо вывозить блять У меня мания копить ОД У тебя блять до этого блять до ОД еще до 3 месяца или 4 блять там Сколько там сейчас? 3 месяца еще У меня 90 тысяч осталось я на палоге Ну ну пацана 120к Не у меня на присте еще 70 и здесь 100 Он у него попросил долгу Да у меня есть все Это я правильно собираю Весопроты и хуёта Ай блин Весопротом и обрадиваться было Саня ты че Весопрота тоже? Я выпью и я снимал Масло тоже перемашьте у кого там слетел Масло можно забрать полужезь мертвым коржами Ну Вара вообще писал ей перч Короче давай пока не забыл поролим Вот эту шею крит меткость на шп стоит ролить? Нет Нет Ну конечно нет Ну бог сам расположил то что блять идите фармить его сторону Ну да А нет во первых меткость а во вторых крит Меткость и так перекрыть еще и крит Не ну ладно успех наверно рознь правильно Ага И бонус 4 к интеллекту вообще На хуле пал наверно делай Да все А нет не хуле паловского На хп нету Дайте локовские грибочки И эти И сами ждали на Живите в классический момент Ой стойте я рыбу не пую Ой блять Лут беру но конечно Лут беру но конечно У нее еще бисова не упал Женя тут зато Сейчас рыбу даем тоже все как Угу Давай 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 санитет волосы столб отбить и ночью злоба и поединок сабель так он готовится вот в мире по моему субботу для того чтобы было но в обеих в инкаре мая санглами объявить его поток да не спешите вставать без команды ёбан в рот как это за лупа блять Че-то че-то че-звертый Дай мне где мы войдем Это надо быстрее только, у нас 5 секунд Да, сука, руль О, давайте Ооо, господи Наши зубы скинул Короче, не, я выйду, вы умрите кому-то, я надо ждать Я вас версту А есть заястриковый диалог? Нет, зачем? Ну там просто 20% урона Вот, срез идет от 5 Ну не играю в этой спеке, презираю и все Вот, нет, хочу Ну, значит, это, Паш Ебаш тут под этим доспехом был, не профил А что он даст, если там Банально не успели даже фото кинуть Там ваншот пришел в заказку Там опять же прилетел так же взрыв Там не в этом было Трила и... Ну, значит, щит нам не будем щит пробивать, все Смотрите Тихо, тихо Пожалуйста, короче, смотрите Хорошо, щас вешается на боссы щит Вы не дамажите, толпу стопаете ДПС Так, вот эти стреляют Так, вот эти стреляют Уэшные нахерни Ща поставлю часы, гляд По трупам не арестите, пожалуйста У нас щит никого еще не убил Там... Там суммарно прилетает щит Следом стрела и следом древшруны И вот это убивает А где лежит там? Я устал Я устал Он потопал Щас эйбеса призову, он в какой башен А тот раз у нас пинаколад давал БКшный Т4, да? Нет Ну-ка я добрал, но не на каждый уровень А мы без хп били, да? Я кричал на хп били, да? И тхп угорает и под хп Я хмон Ты про престол? Ну вроде бил Не-не-не-не-не Скрика на хп А, ставлю джесс Тот раз я джагу сильнее кидал Щас я он до желтый бил Б**, джесс я стал сильнее, б**, но мы падаем, б**, б**, что за нахуй Ну а тогда кого не было? Женка и совы не было. Значит это в них проблема. Да? А кто тогда был? Я не помню. Какие другие чели были? Другой был ДК и ещё один ДК. Ну они прожимались, наверное. Один раз панцирь, второй раз незыбку, блядь. И тот же самый состав почти был. Ну логовый был вчера был. Всё, во всех всё есть хорошие. Да. Что по боссу? Смотрим, Руну. Нет. Так, там все загляли. Не весь футбол. Всем бить. Да не выбегайте вы. Лучше вдвоём стойте. Тащит. Тащит, Тащит. Тащит. Не запрещу. Стороны смотрим. Попал свертный двериц. Заберу, заодно заберу. Дайник, дайник, забери! просил уроны по вас не греть заберу луну, луну заберу уроны смотрим, крепейте по боссу 3 заберу 5 отдай ба давайте переводите 2% не вставай пить я знаю, давай все вставай аннигилятор построили с ртдшника показку пожалуйста там не любите, забавайте полный серый сейчас появится серу сырали что-то с дебамом тут стоит а что? я все, пиздец, падайте где ты, где он стоял? а какого вот эффект толпы конечно виноват, но какого хера все сбежались, когда все должны были разбежаться я сказал все по меткам стали ртдшник в чем проблема? вот это фаза, вот эти по меточкам, все блядь да да проводник относите от сфер так там на бойчику был проводник я не знаю, как он там спамил так ну, серого за него появилось так он в квадрате, а серый блядь в луне я не в квадрате стоял, я же говорю конченый эффект толпы все сбежались, я что-то подумал, что сейчас другой ну понял это звучит, да короче, подумал, что я типа и надо в центре стоять да я в речи отбрусь карате с другого космодрома запустили ракету с настройкой места помимо этого еще на делу кучу барреля что сегодня, что сегодня так? правда, в этом проблема сегодня нельзя работать хорошо сказано очень, очень скажите, как мы первого этого убили с руной винах? 33% перевести, 33% переводка на следующий вопрос Я все понимаю, блин, ну как мы это осилили вообще, столько вайпл было Я принес священную жертву Да блять, оно не сложно просто, ну бля Я не знаю, что добавить, в маневре башки это ничего сложного не вижу Я вижу сложность только для филов, все Для вас никакой сложности вообще не вижу, типа для миликов там Вот эта фаза, короче, сбить и анимация Это один момент, где моего должно быть, вам что-то сложно быть, все Вся остальная задача лежит блять на селах Прямо, они тут охуевают Милики, вы просто черепи Безобирал в руку, постоял, выберем, типа Началась фаза аннигиляции, пошел бы отстал метрю, типа Проводник вынес, все Я даже не озвучил, типа Влада, потому что типа Влад Ну хоп, я уже на это не понял блять Не понял блять Виноват, не прав, исправлю все Ну я вообще предпочитаю, если на мне проводник, я просто упиграю куда-нибудь, а то просто куда-нибудь бегу я ездил Не забудьте прощаться Главное дебах заметить и все Да если ДБМ, все уши проарят Да, ДБМ же кричит, что на тебе проводник Да там такая противная труба